Также, когда пророк Мухаммад послал письмо Гераклю, правителю Рума, когда ему пришло письмо от посланника Аллаха, это в тот момент, когда было Сульх-Иль-Худабия, когда подписали договор мусульмане с неверующими, то, что не будет среди них войн, то есть когда было мировое соглашение на какое-то время. И вот в течение этих двух лет пророк Саллах-Иль-Худабия делал дарвати, посылал дарвати правителям, царям. И когда пришло ему письмо, Геракль сказал, приведите мне любого человека из Джазиры-Таль-Араб, из Персидского залива. Тогда пришел Абу-Суфиан, еще тогда он не был мусульманином, и с ним 10 его друзей. И Геракль начал задавать ему вопросы, спрашивая Абу-Суфиана, к чему призывает он Мухаммад. Вы его до того, как он стал пророком, вы его обвиняли во лжи? Может быть, кто-то из его отцов был правителем, из его дедушек? И Абу-Суфиан отвечал на его вопросы. Потом просил, говорит, дайте, что он мне там написал. Я посмотрю, что мне Мухаммад, саллаху алейкум, написал. И тоже через мутерджем, через переводчик ему переводили. И он начал читать. И там написано. То есть, от Мухаммада, раба Аллаха и посланника, Гераклю, правитель Рима. Приними ислам, ты спасешься. И тебе будет двойная награда. Если ты отвернешься, поистине, на тебе грех арисиин. То есть, музариин, тех людей, которые отвернулись от Муса, алейсалям. Тогда, после этого, прочитал аят из Кур'ана, где Пророк, саллаху алейкум, написал. О, люди Писания, давайте сойдемся на одно общее слово между нами и вами, говорит Аллах, субханава та'аля. Какое это слово? Чтобы мы не поклонялись никому, кроме Аллаха. И чтобы не предавали Аллаху за товарищи. И чтобы нас, мы одного, не возвышали на другим и не поклонялись ему. И сказал Абу-Суфьян, говорит, клянусь Аллахом, когда он читал эти аяты, говорит, когда он читал эти аяты, эти аяты, и он не понимает Кур'ан, не понимает арабский язык, подтек капл, лился ручейками с его лба. Вот так вот Кур'ан оставляет некий такой след даже по отношению к тем, которые не понимают Кур'ан.